Здравствуйте, уважаемые земляки! Здравствуйте, все те, кто присоединился к эфиру нашей культурно-просветительской программы. Вот уже более 20 лет, в последнюю субботу июля, мы отмечаем День города Донково и Донковского района. Праздник объединяет лучшие местные традиции, историю, важные свершения земляков и, конечно, нашу радость за родной край. В сегодняшний выпуск нашей программы включены репортажи о праздничных событиях, сюжеты об интересных местах Верхнего Донна, поздравления руководителей и, конечно, песни. Песни любви к своей земле мы открываем нашу программу и поздравляем вас с Днем города Донково и Донковского района. С праздником! Песни любви к своей земле Там, где у России поле Куликово, где Донские воды набирают сил, Земли черноземные около Донково, Много лет назад район объединил. Здесь живут потомки древних земледельцев, Казаков-защитников русских рубежей. Редские таланты, видные умельцы, Сколько здесь достойных, знающих людей. Край Донковский все мы любим, Отдыхаем здесь с душой, Прославляем вас впервые, Наш любимый край родной. Есть в краю родимом и леса, и реки, Золотые нивы, дивные места. Надо постараться сохранить навеки, Чтобы не исчезла эта красота. Сколько еще сделать нам с тобою нужно, Исперечь традиции для будущих веков. Ну-ка, Донковщане, соберемся дружно, И трудом восслабим древний наш Донков. Край Донковский все мы любим, Отдыхаем здесь с душой, Прославляем вас впервые, Наш любимый край родной. Край Донковский все мы любим, Отдыхаем здесь с душой, Прославляем вас впервые, Наш любимый край родной. Край Донковский все мы любим, Отдыхаем здесь с душой, Прославляем вас впервые, Наш любимый край родной. Край Донковский все мы любим, Отдыхаем здесь с душой, Прославляем вас впервые, Наш любимый край родной. Край Донковский все мы любим, Отдыхаем здесь с душой, Прославляем вас впервые, Наш любимый край родной. Самые лучшие подарки к Дню города Донкова и Донковского района – это наши дела. Достижения, которые помогают нам двигаться вперед, красиво выглядеть нашим селам и улицам города. Даже в условиях пандемии Донковчанам удалось сделать шаг вперед в экономике и благоустройстве, Сохранить социальную сферу. Живой интерес к реализованным Донковским проектам и новым планам проявил глава Липецкой области Игорь Артамонов, Который побывал с рабочим визитом в Донковском районе накануне нашего праздника. Игорь Георгиевич поздравил Донковчан с праздником, Стал почетным гостем церемонии награждения лучших земляков, Встретился с предпринимателями и побывал на важных объектах района и города. Глава Липецкой области Игорь Артамонов посетил город Донков с рабочим визитом 24 июля, Накануне празднования Дня города и Донковского района. Игорь Артамонов на открытии районной доски почета поздравил Донковчан с Днем района и города, Пожелав всем крепкого здоровья, похвалив жителей за чистоту в городе и большую проделанную работу в условиях пандемии. Я хочу вас поздравить, у вас все хорошо в Донковском районе. Я сейчас по Донкову проезжал, такой благоустроенный, ухоженный город. Все, так сказать, чисто, красиво, выверено. Большое вам спасибо за то, что содержите город в таком порядке. Большое спасибо за те результаты, которые у вас есть в сельском хозяйстве, в промышленности. Мы, так сказать, с эпидемией справились, поэтому Донковцы молодцы. Глава Донковского района Валерий Фалеев, благодаря и поздравляя Донковчан, особо подчеркнул значимость общего дела. На данной доске удостоены лучшие из лучших нашего района, люди, которые трудятся в разных направлениях. Это медики, учителя, рабочие, смесаря, руководители предприятий. Я хочу всех поблагодарить за то, что мы с вами делаем все одно дело, и у нас с вами одна цель. А цель для того, чтобы земля Донковская, Липецкая область и в целом России становилась лучше. Чтобы мы жили на этой земле лучше и гордились своими результатами. Я всем хочу вас пожелать крепкого здоровья, удачи, счастья. Так держать, и чтобы у нас с вами все получалось. По итогам года 28 лучших земляков, удостоенных чести быть занесенными на доску почета, были награждены почетными грамотами и ценными подарками. Далее мероприятие продолжилось на территории обновленного Парка Победы города Донково, где глава области осмотрел новые объекты для отдыха и благоустройства. В этот день в районном Доме культуры глава области встретился с представителями бизнеса и предпринимательства района, где прошел конструктивный разговор о дальнейшем развитии важных экономических целей. Глава Липецкой области поответил на волнующие вопросы и рассказал о мерах поддержки бизнеса. Празднование Дня города и района в этом году выглядит несколько иначе из-за коронавируса. Массовые уличные мероприятия отменены и большинство из них проходит в интернете. Библиотеки, сельские дома культуры города и района предложили своим землякам праздничные онлайн события. Перед эфиром нашей программы состоялась онлайн-презентация нового литературного альманаха «Донков литературный», родной земли Многоголосий, которую подготовила Донковская межпоселенческая библиотека. Уже доступен для пользователей онлайн-концерт «Самый лучший город на Земле». Чтобы посмотреть эти и другие мероприятия, вам достаточно набрать в своем браузере «Новости культуры Донков» и перейти на страницы ВКонтакте. Все-таки прямое общение артистов и зрителей нам намного дороже. И среди праздничных мероприятий самыми радостными стали концерт на колесах под общим названием «Тебе пою, любимый город». Мобильные выездные концертные группы работали в нескольких дней во дворах города Донково. Горожанам всех поколений культработники района создали праздничное настроение. Дворы Донково стали концертными площадками для культработников городского и районного домов культуры. Такие концерты на колесах – один из немногих вариантов устроить небольшие мероприятия в честь Дня города в условиях карантина, установленного из-за коронавирусной инфекции. Радостей от живого общения намного больше, чем от просмотра концертов в интернет. И зрители не жалели аплодисментов за подаренный праздник. Дворовые концерты под общим названием «Тебе пою, любимый город» прошли во дворе переулка Спортивный, улица Чкалова. Хорошее настроение получили жители улицы Молодежная, Дзержинского и улицы Мира. А 24 июля артисты порадовали жителей дворовых территорий, улиц Грибоедова и Зеленые. Ветерок, дерево! Сильный ветерок-то уже жара была какая! Больше всего радости было у детворы, которым организаторы предложили викторины и игры. А самые активные дети получили в подарок из рук незнайки воздушные шары. Красивые песни, живой звук, свежий летний воздух безусловно создают праздничную атмосферу, по которой так соскучились люди. Мне говорят, он маленького роста. Мне говорят, одет он слишком просто. Мне говорят, поверь, что этот парень тебе не пара, совсем не пара. А он мне нравится, 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 и для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, 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 и это все, что я могу сказать в ответ. А он мне нравится, 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 и для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, 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 и это все, что я могу сказать в ответ. Он объяснится мне в любви не смеет, и только лишь, как девушка краснеет. Мне говорят, твой выбор не из лучших, ты нас послушай, ты нас послушай. А он мне нравится, 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 и для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, 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 и это все, что я могу сказать в ответ. Признаться вам, сама не понимаю, зачем о нем так часто я вздыхаю. И почему мне только светит солнце, в его оконце, в его оконце. А он мне нравится, 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 и для меня на свете друга лучше нет. А он мне нравится, 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 и это все, что я могу сказать в ответ. А он мне нравится, 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 и это все, что я могу сказать в ответ. И это все, что я могу сказать в ответ. Светлана Ревникова поздравляет с Днем Города! В такой праздник хочется отдохнуть от души, сменить обстановку, пообщаться со своими близкими людьми, разделить с ними общую радость и знаменательного дня. Для этого необязательно находиться в четырех стенах или уезжать далеко. В Донковском районе достаточно мест, где можно отдохнуть и получить массу положительных эмоций. Предложим на выбор несколько мест, не только очень красивых, но и связанных с старинными предами. Прямо сейчас мы отправляемся на берег Дона, где во времена Ивана Грозного хозяйничала шайка лихих людей во главе с разбойником Кудияра. Прямо сейчас мы отправляемся на берег Донковском районе. В Донковском районе на берегу Дона находятся удивительные синие камни причудливой формы. Но есть у них еще и другие имена. Это местная достопримечательность. Конь-камень, Кудияр-камень или Синий камень. Издалека эти валуны напоминают конскую или верблюжью фигуры. С точки зрения науки, Синий камень – это не что иное, как результат тайния скандинавского ледника. Именно он 11 тысяч лет назад принес это чудо сюда. В народе существует своя трактовка названия Синего камня. Конь-камень. Жил разбойник Кудияр. Хитрый, мудрый. Но еще в народе поговаривают, что он был голдуном. За голову Кудияра была назначена большая награда. Но Кудияр был всегда на чеку. Кудияр-разбойник настолько был хитрым, что даже кафтан превращался в его лодку. Он обходил абсолютно все облавы. Мудрый и хитрый колдун – так называли его местные жители. Иными словами, Кудияр всегда был на чеку. И обладая именно колдовскими способностями, постоянно избегал облавы. Вот однажды, почуяв неладное, собрав все свои награбленные драгоценности, он спрятал, как говорят, именно в этом месте, оставив верного коня и семь разбойников. Облачил он их камень. Так это или нет, никто не знает. Но до сих пор туристы и местные жители не нашли этих богатств. А Кудияр скрылся в лесах. Что произошло, мы не знаем. Но до сегодняшнего дня достоверно, что сокровища находятся здесь. Музыка Музыка Еще одно местное предание о не менее легендарной личности, чем Кудияр, и местах, которые названы в ее честь. Речь пойдет о бальной разбойнице и ее сокровищах, которые она нажила в грабе струги купцов, которые шли со своими товарами в Азов и обратно. Разгул разбойничьих шаек пришелся на времена правления Ивана Грозного. В местах далеких от властей на границе Московского княжества, где за доном тогда пролегало дикое поле, территория кочевников и искателей вольной жизни. Музыка Этот лес назван в честь знаменитой женщины с большой дороги. Здесь и промышляла Анна Разбойница, героиня народного предания, реальный герой летописи Донковского края. В честь этой лихой русской бабы названы природные достопримечательности. Анин лес, Анина гора, Анина пещера. Руслы реки Дон с лесами от села Бегильдюно Донковского района до села Романово-Лебедянского района Липецкой области держала в страхе Анна Разбойница и ее сообщники. Судя по благожелательному отношению предков к героине предания, народ ее разбойницей не считал. Напротив, жалел, сочувствовал, считал Анну народной мстительницей. Откуда и какого роду племени Анна Разбойница, никто теперь не узнает. Одно ясно. Лихая баба успешно грабила струги на Дону со своей шайкой. Отсутствие в этих диких местах серьезной царской власти позволяло Анне опустошать купеческие струги, следующих к Азову и обратно без особых усилий. В случае опасности Анна со своими разбойниками пряталась в пещере, которую уже сотни лет народ именует Аниной. Лаз в эту пещеру завалили в послевоенные годы из соображений безопасности. Подземный ход выводил к лесному дому разбойницы. Анин верх или Анина гора находится на пушке легендарного леса. Отсюда-то и ввели наблюдение разбойники. Судьба Анны Разбойницы имеет драматический сюжет. Терпение купцов однажды лопнуло, и один за другим торговцы стали писать жалобу Ивану Грозному. На Дон царем были направлены войска для поимки преступницы. В один из дней разбойники увидели царских стрельцов и казаков. Лихие люди, не страшась, вступили с ними в смертельную схватку. Хорошо вооруженные и опытные царские воины потеснили разбойников, и те отступили. Чуя неладное, Анна спрятала награбленное добро в пещере, а сама подземным ходом ушла в другой лес, у реки Визавенка. Но и тут ее догнали и окружили царские солдаты. Анна не думала отдаваться в руки своих закляток врагов. Отрезала острым ножиком свои длинные косы, сплела их в веревку, сделала петлю, накинула на дубовый сук и повесилась. С той поры лес, где повесилась Анна-разбойница, стали называть Вислы. В 70-е годы прошлого столетия этому небольшому, но очень красивому лесу дали другое название – Пушкинская дача. Но новое имя звучит только в отчетах лесников. А люди его по-прежнему именуют Вислый лес. До сих пор сокровища Анна-разбойницы так и не нашли. Но здесь есть и другие богатства. Это грибы, ягоды, цветы и прочие прелести природы. На берегу реки Дом, на улице села Трибунки, был снят клип народного ансамбля русской песни «Придония» на деревнюшке «Гармошка». Руководитель, заслуженный работник культуры Липецкой области Олег Ердокимов. Написал эту песню человек, которому сейчас совсем не до отдыха. Это наш Донковский фермер и музыкант ансамбля Виталий Чичев. Субтитры создавал DimaTorzok На деревнюшке «Гармошка» заиграла вечерком. Я к любимой на свидание собираюсь ветерком. Эх, я двухрядочку свою на вечерочку возьму, Заиграю разливну, а переборами пройду. Развернув свою гармошку, трогу кнопочки рукой, И польются переливы по старушке, родной эхо. Здесь до зорьки до утра с миленькой влюблялись, И на лавочке любя нежно расставались. Целовал, обнимал, шептал слова признания, И за ручку нежно брал, до крылечка провожал. Балалайочка играет, и двухрядочка поет. На вечерке над веселой, то зальется, то замрет. На Руси так повелось, на родной сторонке, Собирался весь народ летом на вечерке. И всю ночь до утра, пляски до веселья, Эта русская душа задает веселье. Эх, Россиюшка моя, больная сторонушка, Здесь с тобой навеки я, Русь красавица моя. Эх, Россиюшка моя, больная сторонушка, Здесь с тобой навеки я, Русь красавица моя. Здесь с тобой навеки я, Русь-красавица моя. Завершает наш обзор интересных мест Донковского района для отдыха и впечатлений мистической истории. Предание, которое до сих пор передается из уст в уста. Это место расположено в урочище Паника, носит название «Дурные камни». Прямо сейчас несчастная любовь, женщина с копытами и необычные каменные глыбы. Не уводите детей от экранов, это не страшно. Скорее интересно. Смотрим. Вы знаете, что камни умеют разговаривать. Предание гласит, что простая сельская девушка по имени Анна влюбилась в зажиточного Ивана. И все вроде бы было хорошо. И любовь, и мечты. Но Иван не смог ослушаться родителей и женился совсем на другой. Анна, прознав о женитьбе своего возлюбленного, потеряла рассудок. Долго рыдала. Обманутая девушка на берегу реки проклинала весь белый свет. А потом забралась на каменные глыбы и бросилась вниз. Некоторое время спустя Иван проходил мимо камней и увидел лик девушки. Конечно же, любопытство взяло вверх. Иван подошел поближе и увидел в этом лике свою Анну. Но вместо ног были копыты. Какие испытывал чувства Иван, остается только догадываться. Но это место с тех пор за большой грех называют дурными камнями. Есть еще одно интересное место в Донковском районе. Многие спрашивают, где у нас находится водопад. Честно говоря, когда я первый раз услышал этот вопрос, я, мягко говоря, удивился. Все дело в том, что водопад не природный, а рукотворный. В особо жаркие дни туда приезжает из Донкова остудить свои горячие тела. Находится водопад в селе Долгое. Это слив местного водохранилища. Все-таки одержим наш человек в поисках неизведанного, необычного. Даже если это необычное находится далеко. И туда ехать, мягко говоря, некомфортно. Мы узнали про все, про водопад и отправились туда, чтобы увидеть и вам показать, куда люди ездят искупаться. Последний отрезок дороги к водопаду, прямо скажем, не фонтан. С моста через Дон начинается такая тряска, когда пристегнутый ремень помогает не биться головой о крышу кабины. Хорошо, что этот вибропробег продолжается недолго, и вот мы на месте. Мы видим Долговский пруд, плотину, сток воды, перепруженной речью Круглянки, а затем самое интересное – водопад. На наш взгляд, только самые смелые и решительные могут преодолеть скользкий и темный туннель, чтобы освежиться под струями рукотворного водопада. Я бы сказал, водопадика. Тем не менее, полно в районе смельчаков, которые едут десятки километров вдоль чистых песчаных берегов Дона ради любопытства и экстравагантного купания. Конечно, красоты и особенности родного края не заканчиваются на показанных нами местах. Рядом с городом Вислы, Стрелевский, Казачий лес и еще десятки гектаров сказочного лесного массива. И мы призываем вас беречь родную природу и на отдыхе соблюдать все правила культуры, чтобы наш взгляд радовали не только мусор от пикников, а только богатство лесов, полей и рек. Туристические тропы в районе довольно разнообразны. Они ведут и в прекрасные места усадьбу в селе Полибель, к Шуховской башне, к Владимирской церкви в селе Баловнево, к живописным берегам Дона, которые дарят нам душевный покой и радуют взгляд. Мы не случайно сегодня сделали упор на природу, ведь за свои дары она не требует платы, а человеческая благодарность должна быть только одна – бережное к ней отношение. Берегите свой край, пусть здравствует наш очень милый дом – Донковский район Липецкой области, который находится в самом сердце России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова